Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, несмотря на наступившее время летнего отдыха, мы с вами продолжаем наши передачи по истории Египта, где, к сожалению, совсем недавно опять прозвучали взрывы и погибли люди. В основном туристы, приехавшие своими глазами посмотреть на памятники древней культуры, о которой мы с вами говорим. Кстати, последний раз террористический акт произошел в Египте в 1997 году, когда, опять-таки, несколько десятков туристов, гостей этой древней страны были расстреляны на ступенях древнейшего храма Хадшипсут, единственной в истории страны женщины-фараона. О ней и об этом храме мы с вами еще поговорим отдельно. Ну а сейчас, к сожалению, наверное, просто придется констатировать, что очень мало осталось на земном шаре мест, где можно спокойно жить, гулять, отдыхать, путешествовать, не обращая внимания на подозрительные сумки и на подозрительные личности. И, может быть, наши вот такие телепутешествия на сегодняшний день наиболее безопасный вид знакомства с древней историей. Но, правда, и раньше путешественники, мореходы, торговцы, все, кто отправлялся в далекие страны, тоже рисковали, их ждали не меньшей опасности, и тем не менее они отправлялись в далекий путь, предвкушая и трудности, и открытия, которые ждут их в пути. Итак, пока мы с вами, напоминаю, говорим об истории Египта в связи с историей той науки, которую принято называть египтологией. Египтология – это область востоковедения, которая изучает язык, письменность, историю, культуру и археологические памятники Египта. Мне кажется, наиболее целесообразным именно так построить наш рассказ, словно мы с вами, как историки прошлого, движемся от одного открытия к другому, не опережая событий своими уже накопленными в исторической науке знаниями к сегодняшнему дню. В прошлых лекциях мы с вами узнали, как, в общем-то, сравнительно недавно, только в XIX веке слетела загадочная дымка, окутывавшая Египет почти в течение 40 веков. И вот одним из пионеров в области египтологии был выдающийся английский ученый XIX века Уильям Флиндерс Питри, который с 1880 года в течение 46 лет изучал единственные сохранившиеся чудеса света – египетские пирамиды. Сейчас я хочу вам показать портрет этого человека. Ну, в общем-то, конечно, пирамиды, которые изучал господин Питри, самая большая достопримечательность Египта для сегодняшних туристов. Все считают, как можно побывать на берегах Нила и не увидеть пирамид. А вот в XIX веке, наверное, странно, да, ученые считали, что нечего искать в этих разграбленных за многие тысячелетия горах фараонов, как называли пирамиды местные жители. И только, пожалуй, Уильямс Питри, патриарх египтологии, он и внешне, правда, такой седобородый мужчина, похож на патриарха, тогда еще, правда, молодой человек, считал иначе. Ну, вообще-то, с пирамидами, этими рукотворными горами, связано немыслимое количество фантастических легенд, в основном об их происхождении, мы еще об этом поговорим отдельно. Сегодня мы будем с вами говорить о Уильямсе Питре, его находках. А пока я только отмечу, что пирамиды были в основном созданы во времена Третьей и Четвертой династий фараонов, то есть примерно четыре с половиной тысячи лет назад. Вот сейчас я хочу вам поближе показать это современный вход в долину фараонов, местность Гиза, напротив древней столицы Египта Фив. Ну, такая небольшая ограда. Ограда пока еще небольшая, хотя стоит вопрос о том, чтобы всю эту территорию огородить от туристов, которые по ночам пытаются отколупать себе кусочек на память. Ну, вот так или иначе, на этой территории расположены эти гигантские сооружения, которые с древности внушали страх и ужас людям, что, кстати, не помешало их разграбить почти полностью и во время одного из мощнейших восстаний и с завидной регулярностью грабить потом в течение тысячелетий. Пирамиды всегда влекли к себе путешественников, но и на сегодняшний день являются, как я уже сказала, главным туристическим объектом. Так что, как ни крути, все равно приносит доход стране. А вот Уильям Питри в 1880 году впервые оказался возле этих пирамид в районе Гизы. И к тому времени у этого молодого человека были очень скудные средства. Он даже, в общем-то, не имел возможности нанять себе рабочих арабов, без которых не обходились никакие археологические работы. Ему приходилось все делать с мамой. Он не мог даже построить барак, где он мог бы жить и отдыхать после изнурительной работы. И поэтому ученый устроился в пустой гробнице и спал там на соломенном тюфяке, пищу готовил на спиртовке и при свете керосиновой лампы ввел свои бесценные записи. Прохладными ночами, раздевшись практически догола, он шел один с факелом по запутанным коридорам и добирался до самых погребальных камер. Он, может быть, был одним из первых настоящих ученых, кто так подробно занимался изучением пирамид. Почему он делал это ночью? Да потому что даже ночью после нестерпимо жаркого дня в пирамидах было настолько душно, что оставаться там более двух часов было практически невозможно. Несмотря на эти нечеловеческие трудности, обливаясь потом, ученый набрасывал схемы коридоров, снимал копии настенных надписей и возвращался с налитыми кровью от утомления глазами. Не ложился спать, а тут же исправлял свои записи по памяти, все уточнял, чтобы не забыть. И только днем он мог поспать немного в прохладной каменной гробнице до вечера, чтобы вечером опять приступить к своей работе. Вот я хотела бы еще раз показать этого человека, о котором я сейчас еще некоторое время поговорю. Это был необыкновенно самоотверженный человек, посвятивший себя изучению истории очень далекой от его родной Англии страны. И в связи с этим я опять-таки хочу вернуться к вопросу о том, все-таки какой же стране принадлежат египетские исторические ценности. Мы уже говорили о том, что Египет на сегодняшний день безоговорочно требует возвращения всего, что когда-то было вывезено в Европу. Но вот зная о таких историях, как Уильям Спитри и о других египтологах, мне кажется, что вот так без церемонно требовать возвращения всего – это несправедливо. Где вот дань уважения к таким людям, как господин Питри, например, или, может быть, их неимоверный труд – это тоже счет в копилку, как раньше было принято говорить, про клятого империализма, который грабил недоразвитые колонии. Но я думаю, что мы оставим этот вопрос на стовести тех, кто неблагодарен по отношению к людям, спасшим сокровища Египта и достучавшимся до общественного мнения, рассказавшим всем о забытой цивилизации, в том числе и тем людям, которые жили на ее обломках и очень долго не замечали и не ценили этой цивилизации. Ну а пока продолжим наш рассказ. В 1889 году Уильям Питри сделал случайное открытие. Таких открытий было много у него, но я хочу рассказать вот именно об этом. Тогда Питри решил исследовать внутренность одной из пирамид, в то время еще безымянной. И никак не мог ученый найти вход в пирамиду, ведь вход всегда замурован и спрятан. Хотя, в принципе, уже с древности было известно, что такие входы обычно делались в северной стене. Но в северной стене найти его оказалось невозможно. И тогда ученый, отчаявшись, решил, ну, что он делал крайне редко, просто уже прорубить в стене наклонный туннель и по нему добраться до погребальной камеры. К этому времени он располагал средствами и уже мог нанять рабочих арабов. И вот с их помощью через несколько недель был снят последний слой камня. Питри прополз по наклонному туннелю на животе и увидел в царской усыпальнице два ограбленных саркофага с разбитыми крышками. То есть кто-то нашел все-таки вход в эту пирамиду и уже ее ограбил. По каким-то причинам туда, к этому времени, поступала вода, подпочвенная, грунтовая вода. И поэтому Питри сначала пришлось очень долго вычерпывать эту воду, подавать ее черпаком-арабам. И только с огромным трудом, осушив погребальную камеру, он приступил к ее изучению. По наделей алебастровой вазе человек, который вы видите на партете за моей спиной, прочел, что это усыпальница фараона Аменхета и его жены. Аменхета и его жены. Ну, вообще, даже установление имени захоронения – это всегда огромная удача для археолога, уже открытие. Но у Ильямса Питри интересовало и другое. А каким же образом когда-то в древности проникли сюда грабители? Где они нашли тот вход, который ученый так и не нашел? Давайте теперь посмотрим следующий слайд. Вот этот мы с вами уже видели, а вот этот поближе. Одна из пирамид, самая высокая, ее называют Великая, пирамида Хеопса, знаменитый сфинкс перед ней. Вообще, я вам хочу сказать, друзья, что в долине фараонов не три пирамиды, как принято, может быть, считать, не три самые известные, и гораздо больше, их около ста. Ну, просто некоторые рассыпались уже от времени, от небрежения людского, и поэтому, как правило, в путеводителях фигурирует вот несколько самых известных пирамид, а вообще их около ста. Так вот, одну из таких пирамид и обследовал Уильям Питри. Его мучила загадка. Как же вошли туда грабители за много сотен лет до него? И для ответа на этот вопрос, вопрос, кстати, принципиальный, для того, чтобы продолжать исследование, ученый всегда должен хорошо ориентироваться в схеме построения пирамиды. И поэтому Питри решил обследовать весь лабиринт вот этих странных коридоров. Это было не только безмерно трудно, но и временами опасно для жизни, потому что камни, песок в сочетании с водой временами создали практически болото, где можно было продвигаться только ползком на животе, воздуха не хватало. И вот грязный, совершенно измученный Питри все-таки прошел, прополз по этим коридорам и нашел замурованную стену, простите, замурованный вход, настоящий в южной стене, который был сделан вопреки правилам. Ну, хорошо. А как же нашли этот некогда замурованный вход грабители? В Питри говорило не только задетые честолюбия, потому что ему-то пришлось прорубить стену другую, а ученый, он чувствовал, что ответ на этот вопрос обещает быть сенсационным. И вот для того, чтобы понять все-таки, как все случилось в древности, Питри вернулся в погребальную камеру именно тем путем, которым когда-то прошли грабители от настоящего входа в южной стене. Ему встречались на пути те же преграды и ловушки, которые когда-то много сотен лет встретили и незваных гостей. Такие специальные трудности, смертельно опасные, всегда строители пирамид делали на случай ограбления. И в этот раз Питри понимал, что система ловушек оказалась очень сложной. Он ни за что не прошел бы и сам, если бы не прошел только что этот же путь в обратном направлении. Но грабители, судя по раскопанным завалам, которые видел Питри, шли когда-то с поразительной уверенностью. Когда, например, обрывалась ложная лестница, они тут же находили ее продолжение в замурованном люке на потолке. Они очень легко каким-то образом прошли три слепые камеры, ловушки специальные такие делались, разобрали груду камней, сложенную в одном месте буквально до потолка и точно знали, что ее нужно разбирать. И вот устранение хотя бы этой каменной преграды, по подсчетам Питри, должно было потребовать не менее пяти месяцев. Тогда у нас должен возникнуть вопрос, каким же образом так много недель подряд грабители спускались в подземные ходы, поднимались наверх, выносили оттуда эти камни. И я уж не говорю о сокровищах, которые они тоже выносили. Тем не менее, их никто не заметил. Ни жрецы, ни начальник кладбищенской стражи, а в принципе все века такая стража существовала в долине фараонов, которая безуспешно боролась с грабителями. И сам господин Питрий считал, что в данном случае это были не случайные грабители, а настоящая большая шайка воров, во главе которой стояли как раз те, которые должны были сокровища охранять. И возможно, это было не один раз, а в течение столетий именно этим и объясняется тот факт, что практически все пирамиды и все гробницы фараонов оказались к XIX веку разграблены за редчайшим исключением, о которых я вам постепенно расскажу. Ну, а ныне в музее существует музей самого Уэлимса Питри. Прежде чем рассказать о нем, я хочу поближе вам показать еще раз одну из пирамид, которые так много хранят тайн на сегодняшний день. Вот сейчас перед вами современный, правда, вход в гробницу. О гробницах мы с вами тоже поговорим в этой и следующих передачах. Гробница – это тот вид захоронения, в котором фараоны стали сооружать себе усыпальницы, не говоря уже просто о богатых людях и чиновниках, отказавшись от пирамид, которые они не могли сохранить в неприкосновенности. Ну, и такие гробницы тоже оказались во власти грабителей. Кстати, входы в гробницы, как правило, тщательно маскировались щебнем, строительным мусором, и поэтому вот современный турист, туристка – это, кстати, наша с вами соотечественница, она сидит на ступенях уже современного облагороженного входа, а раньше, конечно, никто таких входов не делал на радость грабителям. Сейчас перед вами Карнакский храм, о котором мы тоже с вами поговорим еще отдельно. Но сейчас я вам просто хочу показать вот такое интересное сооружение. Храмы всегда строились и возле кладбищ, и возле усыпальниц, потому что необходимо было совершать молитвы, приносить жертвы богам во имя того, чтобы ваши родственники вели беспечную жизнь в загробном мире. И вот из этого Карнакского храма в дни главнейшего праздника древних египтян, праздника разлива Нила, Опет, мы с вами о нем уже говорили, жрецы во главе процессии выносили статуи главных богов, фиванской троицы. Я вам напомню, что долина фараонов, пирамиды и усыпальницы расположены возле одной из древнейших столиц Египта – фивы. И в фивах, как и в любом древнеегипетском городе, были свои излюбленные боги. В фивах особенно почитали бога солнца Амона, бога Муд и принца Хонсу. И вот из этого храма обычно в дни главного праздника выносили их статуи. А на следующем слайде я вам хочу показать кусочек современной гостиницы, возле которой установлен, вот вы видите на таком большом цилиндрическом постаменте священный скоробей. Это каменное изображение одного из самых почитаемых существ. Ну, не будем называть его животным, все-таки жук. Мы с вами в одной из последующих передач увидим иногрудные изображения священного скоробея, которое было найдено в гробнице фараона Тутанхамона. Вообще амулетов, маленьких вещичек, которые охраняли хозяина, египтяне носили на шее, великое множество. Такие амулеты есть в каждом музее, хранящем в себе памятники древнего Египта. Но вот самым любимым амулетом все-таки был жук-скоробей. Он считался олицетворением солнца, и вот, наверное, именно поэтому в напоминание туристам об этом священном амулете перед современными гостиницами нередко делают такие изображения. Сегодня туристы тоже часто покупают эти амулетики. У скоробея их в великом множестве продается на египетском базаре. Ну, а вот вокруг этого каменного скоробея, которого невозможно повесить на шею, туристы придумали совершать определенный ритуал, которого египтяне, по-моему, не знали все-таки. Чтобы сбылось загаданное желание, нужно семь раз оббежать вокруг этого скоробея. Так что, вот видите, человек всегда все-таки очень хочет, чтобы его желание исполнилось очень быстро. А вот на следующем слайде мы с вами сейчас как раз видим мальчика, который читает детский путеводитель по музею Питри, по тому самому музею, о котором я и хочу вам сейчас немного рассказать. За спиной мальчика вы видите изображение древнего саркофага, в котором хоронились мумии обеспеченных людей древнего Египта. Ну, надо сказать, что музей Питри очень богат и содержит в своих фондах несколько десятков тысяч первоклассных предметов. А сотрудники постарались сделать так, чтобы в этом музее легко было ориентироваться и детям, и взрослым. Кстати, музей принадлежит заведению, где обучаются дети. Он принадлежит колледжу Лондонского университета. Отдел египтологии, при этом колледже, был организован уже в конце XIX века в 1893 году. Надо сказать, что это вообще был первый отдел египтологии в мире. Его основателем был не Питри, а женщина, англичанка, которую звали Эмилия Эдвардс. Вообще она была очень известной писательницей, романистом. Со временем стала и исследовательницей, путешественницей. И после таких путешествий по Египту была написана ее, пожалуй, самая популярная тогда книга, которая называлась «Тысячу миль вверх по Нилу. Фараоны, филахи и исследователи». Надо сказать, что Эмилия Эдвардс искренне любила эту древнюю страну, не боялась по ней путешествовать и сделала все возможное в своей жизни для спасения памятников Египта. Именно с целью защиты памятников и для помощи в изучении древней истории мисс Эдвардс основала в 1882 году за 10 лет до отдела египтологии при колледже специальный фонд исследований Египта. Так что, пожалуйста, запомните, что первая организация, не одиночка ученый, а организация, которая стала заниматься изучением древнего Египта, был фонд исследований Египта, основанный первой женщиной-египтологом в мире мисс Эмилии Эдвардс, англичанкой, на ее собственные средства. После своей смерти мисс Эванс оставила большое состояние – 5000 фунтов. и она завещала, чтобы в течение 10 лет каждый год 140 фунтов переводилось на поддержку египетской археологии и филологии, а также на расшифровку иероглифов. Также мисс Эдвардс завещала всю свою коллекцию, фотоколлекцию, которая к тому времени уже была, и книги в отдел египтологии при колледже и соответствующему фонду, основанному ею. И, наверное, в связи с этим я хочу сказать, что если Франция поистине открыла Древний Египет для Европы в лице наполеоновской экспедиции, то Великобритания спасла наследие Египта для науки. И, наверное, не случайно первая женщина-египтолог была англичанкой. Кстати, в своем завещании мисс Эдвардс упомянула, что в кресле директора первого отдела египтологии после себя, она, кстати, была директором этого отдела, она хотела бы видеть не чиновника из Британского музея, с ними у нее как-то не заладилось в последние годы жизни, а какого-нибудь профессора не старше 30 лет, 40 лет. Ну, к слову сказать, конечно, у нее уже был на примете человек 39-летний, уже известный нам Уильямс Питери, который к этому периоду ни один год неустанно работал на раскопках в Египте и на Ближнем Востоке. Насчет насредства именно фонда мисс Эдвардс, он проводил раскопки в Дельте Нила после того, как оставил пирамиды, а вот уже после назначения его директором фонда он и читал лекции в означенном колледже при университете и зимой, а именно зимой в Египте можно копать, когда спадает жара, вместе со студентами колледжа уезжал на раскопки, готовя смену египтологов. Надо сказать, что мистер Питери перевез также всю свою коллекцию из дома в Кенте и присовокупил ее коллекции мисс Эдвардс. И вот так появилась великолепнейшая база мирового уровня для обучения нескольких поколений египтологов. Поэтому, если вам когда-то придется побывать в Лондоне, то сходите не только в британский музей, но и посетите обязательно колледж при университете, где вот расположен такой удивительный музей мистера Питери. Кстати, сам Уильям Питери 41 год. Вплоть до 1933 года, когда в Германии уже пришли к власти фашисты, нацисты, Питери занимал свой пост директора и продолжал пополнять коллекцию. Кстати, Уильям Флиндерс Питери выработал свою особую методологию изучения и сбора памятников древнего Египта. Надо сказать, что выдающиеся французские археологи до него обычно обращали внимание, описывали и брали в коллекции только крупные памятники. Флиндерс поступал иначе. Он писал, любой, даже ничтожный осколок горшка также важен для полноты картины, как и любая крупная находка. И надо сказать, что со временем именно методология Питери была поддержана во всем мире. Этот ученый, каталогизировал и описывал каждую, буквально каждую, даже незначительную находку от маленькой булавки до осколка саркофага, считая, что все нужно сохранить для потомков. И мы с вами увидим в этих осколках и булавках может быть нечто совсем другое, чем исследователи 19 века. В заключении рассказа об этом человеке я хочу напомнить, что именно Уильяма Флиндерса Питери называют отцом египетской археологии. Музей его, не только его имени, но и его самого, был открыт в Лондоне всего несколько лет назад. Поэтому я обращаю ваше внимание на этот малоизвестный еще музей, насчитывающий не только материалы о жизни и деятельности этого ученого, но около 80 тысяч древних памятников из Египта, Суздана, соседних регионов. Все, что касается огромного пласта истории вплоть до эпохи Византии. Ну, а вот сейчас в заключении нашей сегодняшней передачи я еще хотела бы рассказать такую полудетективную историю, которая случилась в 1881 году с Гастоном Масперо, французом, сменившим уже знакомого нам Мариетта на посту директора Египетского Каирского музея. Гастон Масперо был также выдающимся египтологом и, кстати, замечательным переводчиком древнеегипетской любовной лирики. И вот в 81-м году, когда молодой Питр, еще только задыхаясь от жары исследовал тайные ходы египетских пирамид, Гастон Масперо уже был маститым человеком, возглавлял Каирский музей и также, как его предшественник, боролся с контрабандным вывозом древних египетских памятников. В 81-м году на квартиру известного немецкого египтолога пришел один американский бизнесмен, любитель. Таких тогда уже было очень много. Каждый уважающий себя богатый человек считал своим долгом прикупить хоть какую-то вещицу в Египте и хвастаться перед своими знакомыми, что вот он тоже не лыком шит и очень уважает историю. Но в данном случае американский бизнесмен купил свиток папируса, заплатил за него бешеные деньги, его грызла жадность. Поэтому он пришел к немецкому египтологу узнать, не зря ли он заплатил такую большую сумму. Немецкий ученый, когда взял в руки этот свиток папируса, был просто потрясен, потому что, во-первых, он держал очень древний документ, который, конечно, однозначно нельзя было вывозить из Египта, а к тому же это был текст фараона, гробница которого в долине царей была пуста с незапамятных времен, ограблена. А вот подобные свитки обычно клали, это была выписка из книги мертвых, непосредственно в саркофаг с мумией. Значит, если свиток цел, можно было предположить, что и мумия где-то цела. И вообще, почему спустя столько столетий после ограбления кто-то торгует вещами из этой пустой гробницы? Надо сказать, что американец любитель не скрыл, что перекупал ценные вещи у арабских контрабандистов, а это обычно бывает в какой-то задней комнате, какой-то ловчонке на базаре, он не запомнил лица этих людей, он не помнил эту лавочку. И кроме того, заплатив большие деньги и зная о законе, который преследует контрабандные продажи и покупки, американец постарался очень быстро из страны уехать. Поэтому при всем желании он не мог сказать, у кого он это купил. Он просто понял, что это был какой-то араб очень высокого, громадного роста. И вот немецкий египтолог все, что смог выяснить, написал директору Каирского музея Гастону Масперо. Тот, узнав, что выкраден столь ценный документ, буквально рвало металл, потому что уже в течение 10 лет поступали постоянно сведения о том, что древнейшие памятники утекают из страны, а расследования не давали ничего, кроме информации, что торгуют этими ценнейшими документами какой-то араб в Челме огромного роста. И вот после этой очередной пропажи Масперо решил уже взяться за расследование своими силами, потому что, по его мнению, полиция была бессильна. И вот найти великанов Челме он поручил своему ассистенту, немцу, также сотруднику Каирского музея Эмилю Брукшу, который очень обрадовался новой роли детектива-любителя и поехал в Луксор, знаменитый город, где не только сейчас много туристов, но и тогда было полным-полно заморских гостей. И в Луксоре Брукш пустил слух о том, что он богач, американец, что он покупает всякие вещи, день и ночь бродил по улочкам старого города, по базарам, что-то покупал, смотрел, разговаривал, торговался и при этом обнаруживал очень хорошее знание предмета, не давал провести себя на пустяках и поэтому, конечно, контрабандисты обратили внимание на этого человека и решили, что это настоящий такой хороший покупатель. И вот однажды к нему подошли на базаре и пригласили пройти в заднюю комнату одной из лавочек. И там ему уже предложили купить хороший, настоящий товар, очень дорого. И показали маленькую каменную статуэтку. Когда Эмиль взял ее в руки, то он чуть было не вскрикнул от неожиданности и ужаса, потому что он держал в руках статуэтку, которой было не менее трех тысяч лет. Торгуясь, он ее все время переворачивал и на постаменте этой маленькой стуэточки он прочел иероглифы, но он человек был образован и читать мог и понял, что эта статуэтка происходит из фараона 21-й династии. Он знал Эмиль Брукш этого фараона и прекрасно знал, что гробница этого человека в долине царей тоже давным-давно ограблена. Итак, опять вставал вопрос, кто и каким образом торговал вещами из давно ограбленных царских гробниц? Эту статуэтку Брукш купил, у него были на это казенные деньги, вернулся в отель, не прошло и часа, как к нему заявился новый продавец араб по имени Абд-Аль-Расул. Вот это имя тоже можно запомнить, потому что я вам рассказываю, на самом деле, очень известную уголовно-контрабандную историю, самую известную, наверное, в истории египетской археологии. Итак, араб по имени Абд-Аль-Расул предложил купить другие предметы той же эпохи, той же династии. Пока эти предметы Эмиль Брукш рассматривал, он старался запомнить этого человека, который пришел к нему в номер, потому что он наконец-то встретился с легендарным торговцем, бесценным историческим антиквариатом, который уже несколько лет высказал из всех полицейских ловушек. Это был человек огромного роста. Но на этот раз араб был арестован почти с поличным и попал в тюрьму, однако сумел выкрутиться, он говорил, что ему кто-то это дал, что он сам не знает, он там пятая вода на киселе, перекупщик, и следствие не дало никаких результатов. Хотя по тогдашнему времени к арестованному применяли даже такие сильные методы физического воздействия, его секли розгами по ступням, а это достаточно больно. Все родственники и соседи, которых опрашивали, клялись Аллахом, что Абд-Аль-Расул честнейший человек, и пришлось великана выпустить на свободу. Однако вскоре дело прояснилось. Чуть забегая вперед, скажу. Оказалось, что существует таки шайка, состоящая из родственников, которая расхищает царские захоронения, но не в долине царей, а в соседней долине. И между собой делит доход от этой нелегальной торговли. Случилось так, что в 1871 году, за 10 лет до того периода, о котором я рассказываю, однажды с двумя родственниками Абд-Аль-Расул отправился на поиски пропавшего козленка. И оказалось, что козленок, они его нашли по крику, провалился в какую-то щель. Подойдя к этой щели, они увидели, что это вертикально прорубленная в скале шахта, прорубленная руками человека. Спустившись по веревке, Расул обнаружил там целую подземную галерею с длинным рядом деревянных саркофагов. И вот в свете мерцающих факелов он увидел, что там лежат прекрасно сохранившиеся мумии. И хоть он был неграмотным арабом, он все-таки понял по знаку на лбу, а это змея-богиня уаджет, что все-таки перед ним мумии фараона. Больше никто изображение змеи на лбу не носил. Прекрасно зная, что о находке каждый житель Египта обязан сообщить в департамент античности, Расул и его родственники этого все-таки не сделали. Умолчали и решили продавать сокровища постепенно, обеспечивая себе доход на всю оставшуюся жизнь. Однако их промысел продолжался всего или, может быть, целых 10 лет. Почему же все-таки дело рухнуло? Потому что вернувшись из тюрьмы за перенесенные страдания, за свою твердость, Расул потребовал, чтобы теперь ему давали больше, чем получали другие члены этой преступной шайки. Он требовал половину от каждой сделки. Остальные не соглашались, произошла ссора, даже драка, и вот после этой ссоры брат Расула по имени Мухаммед явился к губернатору провинции и все рассказал. Тот не стал его сразу арестовывать и сажать в тюрьму, а сообщил сначала Эмилю Брукшу, поскольку сам Гастон Масперо был в Париже. И вот ассистент Египетского музея Брукш немедленно был послан в эту самую долину и спустился в шахту. В своем дневнике он пишет «Я не был уверен, сон это или явь. знаменитого фараона Сетха Первого, отца не менее знаменитого Рамзеса Второго, прозванного Великим, который и сам покоился в нескольких шагах от меня со сложными на груди руками в скромном саркофаге». Я вам напомню, что династия Рамзесов пришла к власти в XIV веке до н.э. Это был период Нового Царства. Династия Рамзесов оставила после себя неисчислимое количество памятников. Впервые это были фараоны, которые пришли к власти из Дельты Нила. Сам же Брукш пишет, «Чем дальше я продвигался, тем больше встречал сокровищ. Все 37 саркофагов, представляете, 37 саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями прославленных фараонов и цариц, таких, как Аминхотеп Первый, Тутмосы Первый, Второй, Третий, на некоторых черепах держались кожа и волосы, в раскрытых ртах виднелись хорошо сохранившиеся зубы. Особенно сильное впечатление произвел на меня Рамзес Второй, умерший в возрасте 90 лет. В его черепе зияла огромная дыра от смертельного удара, полученного во время вторжения азиатов в Египет. Нередко даже по лицам мумий можно было заметить близкое родовое сходство. Я поспешил на свежий воздух, боясь, чтобы меня не хватило удар на радостях, и тогда неслыханные сокровища будут снова потеряны для из сознания и упадет со свечой в руке, и тогда может вспыхнуть пожар, и все деревянные саркофаги сгорят. Тем не менее, взяв себя в руки, он спустился снова и обследовал все коридоры. Некоторые саркофаги были опечатаны, некоторые уже ограблены шайкой рассола, поэтому вещи в беспорядке тоже валялись. Не забывая о местном населении, которое могло вмиг закончить уже начатое ограбление, Брукш распорядился очень быстро все находки поднять наверх. Сфотографировать ничего не успели, хотя, в принципе, могли бы. Два дня поднимали содержимое гробниц. 300 рабочих было занято на этих работах. Некоторые особо тяжелые саркофаги поднимали сразу по 12 человек. Наконец, все ящики с мумиями, сокровищами были погружены на пароход, и эта странная процессия двинулась по Нилу в Каир. Известие об этом облетело весь Египет с быстротой молнии. Как только странные флотилия пропрывала какое-нибудь селение или деревню, все жители выходили на берег и вели себя так, словно прощались с самыми дорогими умершими родственниками. Женщины вопили, рвали на себе волосы, а мужчины салютовали из дружей. Между прочим, это такой древний погребальный обряд последняя дань уважения правителям. Но вот зато в Каире странный груз вызвал большое недовольство, особенно на таможне. Таможненьки никак не знали, как в деколарации заполнить слово мумия. Поэтому, в конце концов, все мумии записали как фарзих, что значит вяленая рыба. Ну, а в Каирском музее царские мумии отделили от остальных и разместили в специальном зале, где уже осматривать их можно было только по специальному разрешению. А остальные мумии отправили в запасники. Со временем первый директор музея Масперо распорядился освободить мумию от погребальных пелен, и первым был распелен Тутмос Третий. Он уже к этому времени сильно пострадал от рук бандитской шайки, все его бинты были из Кромсона в поисках драгоценностей и амулетов, и всесильный владыка, полководец, создавший некогда из Египта почти мировую державу, предстал перед учеными в плачевном виде. Голова его была оторвана, также и ноги. Впрочем, этим удивить ученых уже было невозможно, они часто видели такое. Главная загадка состояла в том, чтобы узнать, каким образом мумии этих прославленных фараонов одного из самых цветущих периодов в истории Египта оказались здесь, в деревянных саркофагах, в то время, как настоящие богатые гробницы стояли покинутыми в долине царей, уже давно, а, собственно, там им и полагалось быть. Загадку эту, о которой я вам подробно расскажу в следующей передаче, объяснили наспех нацарапанные и прочтенные учеными на гробах иероглифы. Египетские жрецы, оказалось, во избежание путаницы, записывали имена фараонов на саркофагов, а также места их поочередного посмертного отдыха перед тем, как их все собрали в одной общей семейной усыпальнице. Некоторые фараоны, судя по этим надписям, даже после смерти, очень долго не могли обрести покоя. Так, Рамзес III несколько раз, в конкретно три раза, переносился из одной гробницы в другую. В чем была причина этих странных перемещений? Из многочисленных документов ученым давно уже стало ясно, что кражи в долине царей к этому времени, к эпохам Рамзесов стали уже настоящим бедствием. Грабители не щадили царских мумий, разрезая на них повязки в поисках амулетов и драгоценностей, а останки нередко безжалостно выбрасывали прочь, хотя прекрасно знали, египетская религия утверждала, это был непреложный закон, что если у мумии не будет хватать хотя бы пальца вот какого-то члена тела, то не видать ей вечной загробной жизни. Ну, а грабители тем не менее были очень безжалостны, рушив все то, к чему покойник стремился всю свою земную жизнь, копя для этого богатства, потому что египтяне часто думали о загробной жизни не меньше, а может быть даже больше, чем об этой земной настоящей. Хищников не останавливали даже проклятия, часто написанные на стенах гробниц. И вот тогда, потеряв терпение, один из династий рамзесов приказал высечь далеко в скале общую усыпальницу и перенести туда всех своих родственников. Тайна. Жрецам пришлось бы тогда охранять уже только один единственный вход, правда, замаскированный вход в гробницу. И это казалось намного проще, чем охранять входы в разные усыпальницы. И вот однажды ночью в строжайшей Тане жрецы переложили мумии в новые гробы, и страшная процессия двинулась к новому месту погребения по узкой горной тропе, которая существует и до сегодняшнего дня. По стечению обстоятельств эта гробница была совершенно забыта, и, несмотря на все бурные события истории, которые прошумели над ней, сохранилась, пока ее не открыло семейство Абдуль-Аль-Расула. Кстати, за свою услугу Мухаммед был назначен бригадиром на музейных раскопках в Фивах и получил 500 египетских фунтов. Гастон Масперо, директор музея, писал, если он будет служить музею с тем же рвением, с каким он в течение стольких лет трудился во вред ему, нас в ближайшее время ожидают большие открытия. Ну, о следующих открытиях в истории египетской археологии я вам уже расскажу в нашей следующей передаче. Так что, до новых встреч. До свидания.